приветствую всех любителей высококлассного аудио 8 мая на дворе и у меня снова день рождения неожиданно по моим внутренним часам с прошлого раза мне кажется прошло недели три но нет время летит и что же я успел за это время ну на самом деле в коллекции у меня появился прекрасный сиди проигрыватель крел который в очередной раз смог расширить границы воспроизведения аудио до невероятных широт и получать с обычного компакт диска фантастическое звучание конечно же я продолжал наслаждаться великолепным усилителем топовым dinon pma sa1 потрясающий усилитель могу только подтвердить классная вещь конечно смог прослушать много великолепной техники и акустические системы джамма 909 и многие другие вещи интересные попробовал разные сиди аппараты но это в плане общего развития для самого себя а вот из таких вот творческие достижения все достаточно скромно потому что ну может пяток может быть семь песен я написал причем даже времени не было их качественно аранжировать и качественно записать весь это просто вот главное что вы не забыть их а на литературном фронте вообще ничего не написал хотя было много интересных идей но даже ни одного рассказа потому что год пролетел и даже не заметила лет этих не так-то и много впереди поэтому хочется чтобы это было как в детстве когда три года это целая жизнь у ребенка и каждый день полон открытий и он бесконечен главное проснуться пораньше и лечь спать попозже и день просто фантастический долгий как у рэй бредбери было в его произведениях конечно же продолжал пополнять видео коллекцию с блюрей дисками очень интересны были приобретения новые впечатления и старые воспоминания нахлынулись просмотрят того же фильма контакт люди фостер вот ну и вы знаете конечно же youtube канал очень сильно развивается продвигается да и много людей которые меня поддерживают вот я хотел бы сегодня и сказать что спасибо что поддержите канал а и добрым словом и донатами это очень классно ну и понятно что сегодня день рождения поэтому если вы хотите сделать мне какой-то подарок или доброе слово сказать то это самое то время когда это можно сделать под данным видео но с моей страны я тоже хотел бы сделать вам определенный подарок кому он придется к месту потому что на пути совершенстве своя аудиосистема каждый проходит разные этапы и так как я уже нужно достаточно высоком этапе нахожусь поэтому ведь шаги я уже делал и расшибал лоб неоднократно и так далее ну и объем техники который через меня прошел тоже внушающий поэтому как бы я думаю кому-то это будет не лишним поэтому я хотел бы поделиться этой лесенкой примерной лесенкой по которым можно было прыгать но каждый может ее сам для себя построить но уже методом проб и ошибок может быть кто-то другой может такую же лесенку построить но пока не видел я таких примеров поэтому это будет как бы мой подарок смотрите друзья вы начинаете свой аудио путь поэтому надо сразу начинать с хороших аппаратов хорошие аппараты конечно же я не говорю про топовые тут уже эта мысль возникала что да можно купить самый крутой аппарат просто поднапряжься купить и все и вы обеспечили на всю жизнь технику и так не бывает это знаете вы решили позаниматься верховой ездой и пошли сразу купили самого-самого дорогого скукуна и какой результат будет вы не на него не сможете не залезть не оценить его и вообще вы просто ничего этого не умеет ни это ничего не что это не воспринимает это бесполезно абсолютно бесполезно да вы сперва пока маленькие поездили на пони вам понравилось потом еще надо на лошади побольше потом уже научились каким-то нюансом стали различать стали уже гурманом экспертом и все вот наконец вы там выбрали жеребца красавца и на нем поскакали то же самое с аудио если вы купите самый дорогой аппарат вы не понимаете культуру аудио восприятия не тонкости ваш слух ваш мозг не настроен не умеет это различать поэтому это на совершенно бесполезно это будет такая покупка что вы купили очень дорогую вещь ничего не услышали ничего не поняли продали потом будете идти по лестнице по и спустя например 10 лет или 15 лет вы опять вдруг столкнетесь с тем что у вас уже было и вы скажете ничего себе как же я не это раньше не понимал ну да всему свое время поэтому торопиться тоже не нужно так вот на первом этапе я бы посоветовал а несколько моделей на самом начальном это роскошнейший аппарат пионер а 616 он имеет очень хорошую детализацию он лучше чем 656 или 676 которые достаточно мутные сравнение 616 616 и он драйвовый он прозрачный и это вот его главное достоинство он хорош и доступен по цене в эту же линейку я бы отметил китайский еще более дешевый худ 1969 какой именно описан на сайте hi-fi-audio.ru заходите смотрите изображение ищите такой же он китай стоит в районе ну где-то 14 тысяч рублей новый будет он прекрасно звучит у него единственный минус это невысокая мощность 10 ватт но я не думаю что это настолько принципиальные вещи для квартиры очень нежно очень мягко звучит прозрачно ну я думаю будут довольны люди тем более начальном этапе в восторге будут а конечно же это все начальный уровень поэтому сравнить более крутыми моделями ну простота да определенная простота есть звуки но все равно все уже прозрачность уже дает понимание того что это что-то невероятное сравнить с тем что вы когда-либо слушали а тут же еще играет роли акустика потому что если у вас акустика такая примитивная то она все опустит до своего уровня поэтому всегда вы сможете это сразу оценить но с акустикой ну хотя бы вот такой вот как техник с b6 вполне доступны на вторичке 50 55 тысяч она стоит и можно вполне услышать прозрачность этих аппаратов вот для этих аппаратов она хороша и даже для аппаратов повыше она хороша а третий вариант который можно посоветовать это тоже китайские усилитель вку но здесь уже в интересном классе d это fx аудио fx 502 s pro на тп а 3250 главное нюанс этого аппарата это детализация очень высокая практически притоповая детализация но если минусы некоторые суховатое звучание какие-то такие другие моменты но детализация просто невероятная у него вот на этом и первый блок завершаем значит если вы хотите только на новые аппараты то здесь к сожалению все очень дорого и все уныло поэтому наверное из этого я бы посоветовал только dinon pma 720a или сейчас он там восьмитысячный называется но это будет в целом даже похуже чем то что я перечислил поэтому я не знаю насколько это все оправданное то вы сами для себя определяете в главным образом в прозрачности прогадаете но аппарат неплохо своей какой-то нише а вот на втором этапе у нас это будет ну я бы сразу сказал конечно сансу 707 вы получите прозрачность вы получите классный ну классный аппарат реально в среднем классе hi-fi вот кстати в предыдущий класс я еще бы добавил конечно же короля начального hi-fi это маранс шестичная серия 6001 6004 6004 ну возможно 56 56 я не приобретал ну наверное они что-то вроде но я могу гарантировать 1 3 и 4 как вот прям королей начального hi-fi прозрачно и здесь еще другая изюминка микродинамично там классная микродинамика в этих вот простеньких аппаратах очень здорово ну прям такие вот супер супер не зря не 10 лет брали первое место в журнале вот hi-fi стабильно как лучший компонент диапазоне до 1000 долларов сейчас они на вторичке ну наверное 25 30 тысяч я сейчас не могу сказать сколько там может 30 35 ну немного в общем вполне доступно если очень постараться и подкопить второй этап это следующий уровень это я бы поставил конечно сансу 707 роскошный аппарат а если это еще будут версии альфа которые стали балансными сравнению с более старыми моделями которые были не балансные но это вообще один из самых дешевых балансных аппаратов это очень крутой аппарат поэтому вот мои как бы горячие рекомендации главное нюанс сансуя 707 это прозрачность это эмоциональность они очень там харизматично эмоционально и очень вкусно играет но это класс конечно а если конечно это дороговато то можно где-то посередине между ними взять 607 он будет помутнее но в нем сохранится харизма вот это вот музыкальность а все хорошо будет но 707 конечно это другое и сюда же я добавлю наверное китайского представителя это smcl a6 аппарат в классе d и кроме того уже стройным сапом ака 44 52 очень хорош очень прозрачный такой ну классные аппараты и я его сравнил вообще с очень дорогими аппаратами он имитирует что он очень на них похож поэтому ну конечно он там вызывает огромные впечатления но все равно класс d конечно чувствуется в нем если вы с этим готовы смириться что вполне возможно потому что там есть режим а из так называемый тон компенсации когда он там тембров накручивает и чтобы сухость свою спрятать но там все-таки айс павер стоит очень крутая схема от бенган толстон поэтому ну тоже я вот посоветую очень круто и цап еще не нужен а это вот с китаем можно взять значит переходим на следующую ступеньку следующая ступенька это у нас в общем-то пред топа я очень крутые аппараты я подобрал ребята здесь у нас конечно они разодносортные какие-то покруче какие-то нет но в целом все что тут назову она все так же очень такой прям самый сок это yamaha a1000 крутейшие очень сочный очень вкусный очень нежный аппарат вот недавно у меня были обзоры про этот аппарат и я свой аппарат отдал кому-то там кому-то из подписчиков канала вот и его тоже были восхищенные отзывы и я подтверждаю очень классный аппарат принципе я когда впервые когда-то много лет назад послушал тоже был поражен его прозрачность и много у него достоинства классный аппарат один единственный минус что конечно же ну год выпуска все-таки он с каждым годом становится только ну более старый это жалко и оставался вам все время новым но другой стороны у yamaha есть современные очень классные аппараты yamaha as 1000 as 2000 as 1100 as 2200 2100 2200 просто были бы те деньги а так все будет здорово значит следующее я бы посоветовал конечно morance pm 17 роскошнейший аппарат вы видели в недавнем видео как я подключал такой аппарат какой стиха энд уровня стоимостью примерно в миллион рублей и он вообще не спасавал он офигенно звучал классный живо прозрачно богатая офигенный аппарат что-то сказать классный morance pm 17 прямо вот самые такие сливки они на самом деле и даже это не притоп это как бы элементы более высокого класса это я бы сказал начальный хаен с ним начинается сюда же я очень харизматичный очень классный мосфетовский аппарат pro sound a23 добавлю он полностью балансный очень круто звучит если вы хотите понять что такое так называемый американский звук вот прям самый-самый такой вот вкусный представитель американского звука очень прозрачно очень трехмерно густо и драйвово офигенно это мощник очень классный мощника за пределами своей цены за пределами своего класса играть в принципе понятно эта компания она делала очень дорогие аппараты и вот снизошла выпустила этот а23 который просто там своих конкурентов зажимает и ну как хочет а сюда же я отнесу очень хорошие модели это sony 50 ес роскошный приятный аппарат за вменяемые деньги и динон пойма 2000 любой версии там один два три четыре в общем не очень принципиально можно а е 2000 динон вот это все примерно вот аппараты которые между собой относительно там плюс минус сравнимы очень хорошие динон немножко поярче всех других и поэтому в принципе если у вас акустика с матерчатыми то наверное динон покажет себя покрасивее но с металлическими твиттерами у него яркость немножко как ну на мой взгляд немножко чрезмерная а sony mosfet овский он наоборот чуть менее яркий но с этим блоком разобрались и остается следующий блок который можно начать с того же маран с 15 13 и вот дальше уже ребята если вы выбираете топ но и просто топ бытовой какой-то это не интересно оттоп фирмы то есть вы посмотрите и фирма лучше этого аппарата ничего не делала то есть для нее это прям гипер ультра пупер супер топ то вот эти аппараты это конечно самый сок самая суть аудио и они конечно же все прекрасны поэтому не очень принципиально выбираете вы ну например маранс 11 или динон пмс а1 как у меня или вы выбираете топовая куфейс 950 или вы выбираете люксман м10 или вы выбираете ой ну в общем какие угодно еще вы можете название назвать если это действительно супер топовая вещь то она будет офигеть какая это будет абсолютная мечта и здесь уже только вопрос финансов остается а вот вопрос по выбору акустики ну я оставляю на ваше саморазвитие вы сами пока попробуйте а ну не сможете тогда перейдем и к этой части ребята на этом я данное видео завершаю всем прекрасного настроения весеннего пока и до новых встреч